Лидеры среди несчастных. Запад пугает Украину дефолтом. Сколько шагов до пропасти. Срады и перемоги по осени считают. Насколько горячим и продуктивным будет новый политический сезон. Есть ли свет в конце кредитного туннеля? Дотянут ли наша экономика и гривня до нового гранша? Испытания тарифами. Украинцам придется положить зубы на полку или показать их власти. Встреча влиятельных. Чего Украине ждать от большой двадцатки? Эксклюзивные детали от главы МИДа Павла Климкина. Добрый вечер. Подробности недели начинают свой новый эфирный сезон. Теперь с Алексеем Лихманом. Такими словами, но немного в другом виде и немного в других обстоятельствах. Я планировал сегодня поздороваться с вами, наши уважаемые телезрители. Но случилось не так, как мы хотели. Мы готовили к новому сезону. Очень много сюрпризов для вас. Как по содержанию, так и по картинке, по форме. Я не буду рассказывать об этом сам. Мне поможет моя главная редактор подробностей недели, Лариса Задорожная. Лариса, поприветствуйся, пожалуйста, со зрителями. Со зрителями давай расскажем, что мы хотели сегодня рассказать и что показать. Здравствуйте. Вот действительно мы сегодня запланировали рассказать вам о том, что будет с гривной, о новом политическом сезоне, о встрече большой двадцатки в Китае, о нелегальной добыче янтаря. Которая продолжается до сих пор. Которая продолжается. И об эффективности национальной полиции. И вот ту самую эффективность национальной полиции мы испытали сегодня на себе. Сегодня с самого утра около офиса наших новостей дежурили несколько полицейских. Вот с самого утра я пришла очень рано. Они сидели вот около входа. Как при дежурстве полицейских смогли в здание прорваться 20 человек? Но тут самое интересное другое. Полицейские ушли от здания за 15 минут до нападения. Я никого не обвиняю. Я просто констатирую факт. Ну а мы сегодня вам все равно попытаемся рассказать и о новом политическом сезоне, и о том, что нас ожидает с экономикой, с нашей гривной, что у нас будет в наших карманах. Так что, Леша, хорошего тебе эфира. Спасибо, Лариса. Неожиданный и необычный старт сезона. В таких условиях я, если честно, до сих пор не работал. Но давайте попробуем. Спасибо вам за то, что дождались нашего эфира, за то, что смотрите нас сейчас. Надеюсь, вас больше и больше с каждой минутой. Звоните вашим друзьям, знакомым. Говорите, что мы все-таки, вопреки всему и всем, пока неизвестно кому, если мы узнаем когда-нибудь, конечно, кто это был, мы выходим в эфир и работаем в прямом эфире прямо сейчас для вас. Ну, для начала, как вы уже поняли из рассказа нашего выпускающего редактора о том, что мы для вас готовили, я хочу сказать, что готовили мы все это приблизительно до 16 часов 20 минут. Затем начались события. Очень яркие, очень страшные. Если честно, не хотел бы никому пожелать такое пережить на собственной шкуре. Я попрошу наших резиссеров, скажите, мы можем показать нарезку того видео, что происходило на канале после обеда. Есть или нет? Конечно. Нет, сейчас мы собираем эту картинку. Давайте тогда сейчас прямо посмотрим, что сейчас творится в здании нашей службы новостей. Мой коллега Руслан Смещук готов показать вам все в прямом эфире. Я сейчас прошу эфирную аппаратную подключиться и помочь нам в этом эфире. Пожалуйста. Продолжение следует... Давайте подойдем поближе. Да, видите, нас не пропускают сюда. Здесь происходят следственные действия. Работают эксперты. Я попрошу оператора их показать. Дело в том, что нападающие, в том числе, принесли, установили вот примерно в том месте противотанковую мину или предмет, похожий на противотанковую мину, такую я видел вот в зоне проведения антитеррористической операции. Хочу обратить ваше внимание на фасад здания. Вот ярко читается повреждение на втором и третьем этаже. В момент атаки я находился именно там, на втором этаже. В студии начался первый очаг возгорания. Оттуда пытались сотрудники студии вынести аппаратуру, спасти камеры. Потом на второй этаж проникла группа поджигателей. Они зажгли редакцию международных новостей, после чего сотрудники эвакуировались. И когда я выходил вместе с оператором Вадимом Ревуном уже, потому что внутри находиться не было возможности, просто такая плотная задымленность была, что невозможно было дышать. И когда мы спустились на первый этаж, вот сейчас его не очень видно, видите, флаг Украины, кстати, в процессе тушения его обрушили. Так вот, на первом этаже на нас с оператором Вадимом Ревуном напали, отняли камеру, на которой были запечатлены сами поджигатели. И я надеюсь, что в этом эфире мы все же попадем внутрь телекомпании, покажем, во что ее превратили нападающие. Ну вот, такая ситуация на данный момент. Спасибо Руслану, это был Руслан Смещук. Ну вот все, что мог, он показал. К сожалению, внутрь нас до сих пор не пропускают сотрудники нацполиции. Я сам, если честно, до сих пор не видел, какие руины остались после нашей студии, после того, что произошло. Но, тем не менее, мы решили сегодня выйти к вам в эфир, я снова повторюсь. И очень приятно, что многие из запланированных гостей, которых мы звали сегодня на наш эфир, не побоялись. И приехали к нам, решили нас поддержать. Они будут появляться, они все еще подъезжают, первые уже появились. Они будут появляться по ходу этого эфира, мы будем с ними общаться. Как и о теме того, что произошло сегодня в нашей студии, так и на запланированные наши темы. Это и политика, и старт политического сезона, курс гривни, до каких цифр докатимся, будет ли 30, которыми нас пугают, а возможно и больше. Как выживет страна с бюджетом, каким будет бюджет 2017. В общем, обо всем по порядку. Первый гость Артур Герасимов, представитель президента Украины в парламенте, народный депутат Украины. Добрый вечер. Еще раз спасибо, что не побоялись, вы приехали к нам. Потому что ситуация, в общем-то, все-таки странная. Вы, кстати, как бы могли прокомментировать то, что сегодня произошло в нашей редакции? Ну, такие вещи я не пропустим, и я вам хочу сказать, кто бы это не сделал, этот человек четко работает на мече пана Путину. Потому что любая дестабилизация сегодня в середине страны, особенно в Киеве, это его меча, неизвестная. А если руки растут все-таки из Украины, тогда можно заподозрить, что кто-то и в Украине заинтересован, чтобы, ну, помочь. Всего не можно выключать. И вы знаете, я хочу сказать, что сегодня все правоохоронные органы, я маю на увазе Министерство внутренних справ, национальную полицию, Генеральную прокуратуру, Служба безопасности Украины мают объединяться для того, чтобы как-то швидше з'ясовать, кто это сделал, и покласти край таким вещам. Потому что в Украине будь-який тиск на журналистов я не пропустил. Вы знаете, я не первый год в профессии, давление было всегда, давление было и в страшные времена Януковича, это были, наверное, самые худшие годы для журналистики, но подобных прецедентов я еще не видел, если честно. Давайте все-таки о тех темах, на которые мы были сегодня готовы с вами говорить. К сожалению, мы не можем вам показать по техническим причинам, вандалы разрушили в первую очередь сервер нашего телеканала, где хранились все сюжеты, которые мы готовили к сегодняшнему дню. Екатерина Лысенко, моя коллега, парламентский журналист подробностей, и снедал мне во времени телеведущая уже, так что дважды моя коллега подготовила очень хороший аналитический сюжет, в котором попыталась прогнозировать, что нам ждать от этой осени, от парламента, с какими ожиданиями идут каждая фракция, каждый депутат, ну, как минимум, лидеры депутатских фракций. Но теперь придется за всех отдуваться вам, Артур. Поэтому давайте расскажите, с какими ожиданиями идете вы на осеннюю сессию. Ну, вы знаете, вот те події, которые сегодня стали на телеканале Интер, они нам показывают, что осень может быть очень жаркой, потому что кто-то за кордонами Украины это действительно планует, действительно, про это мечтает. И нашу ответственность, я имею в виду, с боку общества, с боку журналистов, с боку всех гелок влади и парламентом в том числе, мает быть единность. Едность у принятых решений, единность у просувания до лучшего жизни наших граждан. Что касается парламентской сессии, которая сейчас начнется у второго, и что касается особо первого тижня парламентского, то хочу вам сказать, что у второго президент Украины выступит с своим щоречным послением до Верховной Ради Украины. Мы почуваем позицию президента Украины по основным направлениям внутреннего и внешнего политики. Что касается законодательной работы, то тут в порядке денного больше двух тысяч законов, и главным способом они спрямованы на те вещи... Какой процент на хотя бы рассмотрение вы даете Верховной Раде в этом сезоне? Ведь в прошлом сезоне мы все, запасшись попкорном, видели все, что угодно, от драк до политических шоу, но не видели работы Верховной Ради. Вы знаете, от тому я говорю про такую речь, как единность. Едность парламента, перш за все. А что касается того, какие законы, то перш за все это законы, которые будут усиливать снова нашу армию. Потому что это наш наибольший гарант в усих ситуациях. Кроме этого, законы, которые будут спрямованы на поглибление судовой реформы. Потому что, вы знаете, что бы не сказали про предыдущую сезон парламента, надважливые решения были приняты. И, прежде всего, это судовая реформа, вы знаете, где больше 300 депутатов проголосовали за конституционные изменения. Кроме этого, будут очень много законов, которые спрямованы на экономическое растение, на дерегуляцию процессов, на децентрализацию, на продолжение децентрализации, которую очень много регионов. Я хотел бы сейчас уточнить. Вот вы сейчас говорите в основном о планах БПП на осенний сезон, на осенний зимний, или все-таки о планах всего парламента? Вы знаете, я хочу сказать, что... Я объясню, почему я спрашиваю. В сюжете Екатерины, она собрала такой, знаете, мини-согласительный совет, который произойдет завтра в Верховной Раде. Мы попытались его предвосхитить. У каждой парламентской фракции, грубо говоря, свои желания. И они диаметрально, в общем-то, противоположны. Представить, какие от тарифных поблажек для населения до миллиардов на армию друг с другом никто не соглашается. И я могу прогнозировать нешуточные войны, вплоть до того, что парламент будет заблокировано уже в первый день работы. Ну, я вам хочу сказать, что на переднем тижне была великая встреча представителей всех фракций и групп под руководством главы Верховной Рады Андрея Поробия. И на этой встрече я как раз не увидел того, что люди, я имею в виду представителей фракций, один за другим дискутуют, очень жестко, или противодействуют один одному. То есть были выступы, которые показали, что в многих моментах ключевых экономическое увеличение, борьба с коррупцией, децентрализация, дерегуляция, судовая реформа, есть единство парламентарей. И именно это те вещи, которые сегодня будут. Кроме этого, хочу вам сказать, что уже на первом тижне будет достаточно много, кроме экономических и социальных законов, законов социальной стримы. Социальных законов от вас общество ждет в первую очередь. Ну, остановите хотя бы на тарифах. Как вы считаете, будут они снижены или нет? Реально ли это сделать? Вы знаете, я хочу сказать, что, когда мы начинаем говорить про тарифы, мы, прежде всего, можем сказать про то, что, когда выравнивалися цены на газ, например, для населения и для предприятий, это было правильное решение. И будь-хто, кто имеет отношение к украинскому политику, например, 10 лет тому, 5 лет тому, 15 лет тому, он чётко знает, что наибольшие коррупционные схемы были саме на разных ценах на газ для населения и для предприятий. Когда газ списывался на население, а после того, на много дороже, продавался на предприятия. И сейчас эти схемы ликвидированы. Когда мы говорим про тарифы, вы знаете, ситуация очень проста. Больше 100 миллиардов компенсировалось из наших, с вами, грошей, из грошей, платников, податков нафтогаза Украины, когда эту дырку закрывали через тарифы. Сегодня, если мы хотим обновлять эти тарифы, конечно, мы хотим, но мы должны не забывать, что мы должны вытрачать очень большие деньги на оборону нашей державы. Артур, но сейчас возникла другая дыра, сейчас не хватает денег для выплаты субсидий уже людям, а количество людей, которые будут нуждаться в субсидии, растет просто с каждым днем. Для этого нужно вносить правки в бюджет действующий 2016 года. Обещали в парламенте это сделать еще в январе месяце, я вам напоминаю. Хотя бы осенью, ближе к концу года, вы это сделаете или нет? Или люди останутся без субсидий? Я хочу вам сказать, что субсидии работают. Действительно, там есть определенные моменты, которые мы должны детализировать, определенные моменты, которые мы должны выправить. Но что касается субсидий, то любая украинская семья, которая потребуется, получает субсидию. И кроме этого, на этой Раде, которая была под руководством главы Верховной Ради, был присутствующий первый вецеприент Степан Иванович Кубин. Я еще раз повторюсь, извините, для того, чтобы каждая семья получила, нужно вносить правки в бюджет. Я хочу вам сказать, что он четко запевнил, что сейчас уряд гарантует, что будь-якая украинская семья субсидию отримает. Хорошо, спасибо вам еще раз за то, что вы к нам пришли сегодня. Мы продолжим этот эфир. Артур Герасимов, представитель президента в парламенте, народный депутат Украины, был нашим гостем. Гости продолжают к нам пребывать. Мы будем продолжать с ними общаться на темы, которые вас интересуют. Но и будем вам напоминать о том, что произошло сегодня с редакцией новостей телеканала «Интер». Хочу сказать, что через час или через два буквально после произошедшего и Минчаэс, и Министерство внутренних дел сообщили радостно, что жертвы пострадавших во время этого нападения не было. Так ли это? Мы хотим сейчас пообщаться с людьми, которые непосредственно работали на месте происшествия, из службы спасения. Мне мои редакторы подсказывают, что у нас есть сотрудница. Проходите, пожалуйста. Вот так пройдите, пожалуйста. У нас есть сотрудник службы спасения, правильно? Ничего не говорю. Представьтесь, пожалуйста, потому что мы не успели с вами пообщаться к эфиру. Светлана Водолага, начальник пресс-службы Головного управления ДСНС в Месте Киеве. Светлана, вы приехали на место события сразу после вызова и работаете до сих пор. Наши подраздели прибули здесь. То есть вы видели все собственными глазами? Нет, я не бачила все на власне очи. Проте я уточню информацию, я компетентно говорить про то, что делали наши рятувальники. А было кому оказывать помощь? Действительно, рятувальники и взагалі, они врятовали людей. 20 людей они вывели сходовыми клетинами и 25 людей. Наши рятувальники сняли, людей, которые находились на даху, они сняли за допомогу автодробины, а также коленчатого подъемника. Да, действительно, я просто здесь хочу уточнить, если наши режиссеры могут показать. Там, конечно, темно, но какая-то хоть подсветка есть. Вот, если вы видите, если вы сможете увидеть, на четвертом этаже нашего здания есть балкон. Там спасались от пожара на третьем и на втором этаже наши сотрудники. Это очень страшная картина. Мне не хочется сейчас как-то паниковать, разводить какие-то там эмоции. Но просто представьте себе, как это было, что пережили эти люди. По итогу, сколько человек было госпитализировано, Светлана? Наразі у нас немає такой информации, что кто-то госпитализованный. Проте, мы можем точно, впевнено, сказать, что людей, которые бы получили опеки, таких людей у нас немає. Проте, вы понимаете, что бывает людский фактор. То есть, людина, она пережила стресс, она вышла, она отмолилась от медической допомоги. Проте, зранку ей стало погано, и она может звернуться до лекарства. То есть, последствия еще могут быть? Звичайно, наразі информация уточняется. Я знаю о пяти людях, которые обратились, моих сотрудников, которые обратились уже за медицинской помощью. Одна из наших журналисток сейчас, предположительно, с переломом ноги находится в одной из киевских больниц. Но дай Бог, чтобы он не подтвердился. Я передаю ей привет. Не хочу просто назвать ее имя. У нее есть родные, чтобы они не нервничали. Дай Бог, все будет хорошо. Спасибо вам, Светлана, за то, что нам помогли. Спасибо вам за вашу работу и за участие в нашем эфире. Мы продолжаем наш эфир. Следующий наш гость – это Сергей Мищенко, народный депутат Украины, комитет по правовой политике и правосудию. Правильно, не ошибся? Спасибо и вам, что пришли. Спасибо, что поддерживаете нас. Прокомментируйте ситуацию сначала. Что случилось сегодня у нас в службе новостей? Ваше мнение? Ноги откуда могут расти? И руки? Ну, я вижу, что мы дожилися. То есть, за 25 лет независимости Украины мы не помним такого случая, когда бы центральный канал, будь-який запас массовой информации горел в Украине. Когда бы были людей, кидали дымовые шашки, оставили противотанковые мины. То есть, это обычный терроризм, который, на жаль, в Украине процветает. Сергей, ну вот вы знаете о противотанковых минах, которые были найдены. Почему об этом не знает нацполиция или МВД, остается вопросом. Потому что в их пресс-релизах выдаются информации о том, что все это случилось. Несколько очагов возгорания, их было очень много, на разных этажах одновременно они возникли. Они сначала это списывали на одну дымовую шашку. Ну, не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать, что одной дымовой шашкой добиться такого эффекта сложно. Конечно. Звучат уже предположения из стен того же МВД о том, что это был самоподжог. Что это мы сделали сами. Ну, я даже не буду это комментировать. Вы знаете, мы не нагадываем этические... И еще одно заявление от МВД же, которое ретрансировалось с каналом «Эспрессо», о том, что это была мирная акция, которая переносла в драку благодаря нашим охранникам. Ну, как бы, на эту мирную акцию тоже нужно было прийти с поджигательными смесями, тогда я хотел бы сказать. Вы знаете, мне это нагадывает, потому что я долгий час працювал в правоохранительной системе. И знаю с середины про то, что, на жаль, в 90-х, в 2000-х годах массово приховывалися реальные речи, которые происходили на месте пригоди. Для того, чтобы уменьшить резонанс, уменьшить какой-то негатив. И поэтому, на жаль, мы сейчас это и бачим. Потому что засоби массовой информации, если взять открытый интернет, то мы бачим там тут танковую мину, которую все бачили, которые все журналысти и люди снимали. Поэтому, знаете, вся страна уже бачит. И мне удивительно, когда приховывается, что что-то не договорится. Если что-то не договорится, значит, ты зацикален в том, что ты не договоришь что-то. И я зараз бы еще взрубил на месте генерального прокурора. А вот вы скажете только после того, для того, чтобы было сложнее не договаривать, мы сейчас покажем, как это было. А вы уже, зрители, сами посмотрите, похоже ли это на мирную акцию протеста, пахнет ли здесь одной дымовой шашкой, как уверяют нас представители Министерства внутренних дел, и не вызывает ли у вас сомнения или вопрос о профессионализме нападавших. Уж слишком адресно и точечно они били, они знали, что делать. Я просто объясню. Одномоментно были выведены из рабочего состояния наши серверы, которыми мы пользуемся. То есть эти люди совершили атаку сначала на наши серверные комнаты, кабинеты, где хранится вся наша информация. В это же время люди появились в студии, которые обливали студию керосином и ее поджигали. В это же время люди неизвестные в масках бегали по первому этажу, забрасывали дымовые шашки. И действительно они были, но она была не одна. В кабинеты, которые были открыты, которые были закрыты, они выбивали двери. И таких людей было не один десяток. Вот вам и мирная акция. Мы еще смотрим видео, да или нет? Мне просто очень сложно ориентироваться, я не вижу. Ну вот такая ситуация. Хотели мы с вами говорить по ровне судьбы сегодня Сергей, как раз и о реформе нацполиции. Ну, результаты, наверное, вот налицо. Не могу я этого, наверное, комментировать. Да, хотели мы с вами поговорить о генпрокуратуре. Что должна сделать генпрокуратура? Мы видим, что в засобах массовой информации тот орган, который будет расследовать эту криминальную справу, а это, естественно, полиция должна расследовать, згідно к криминально-процессуальному кодексу, то генеральный прокурор, и, бачуя, что есть невідповедность в тех вещах, которые сейчас через пресс-службы этого органа дается народу Украины, журналистам, то, в первую очередь, я бы сделал так, а это позволяет криминальный процессуальный кодекс, забрати в свое проведение эту криминальную справу, створить свечо-оперативную группу, включивши все правоохранные органы, и, как один из представителей полиции по справе убийства Шеремета сказал, что это дело честя, расследовать эту криминальную справу и раскрыть, но мы видим, что это не самое, и нужно сделать и по этому. Я понял, Сергей, мы с вами, это короткая ремарка, мы с вами давно знакомы, неоднократно встречались в студии Черного Зеркала, вспомните, сколько подобных историй мы с вами уже обсудили, и вспомните, сколько из этих историй реально дошли до суда. К сожалению, похвастаться этим мы не можем. Кстати, я бы хотел сказать тем авторам, которые сегодня организовали это нападение на нашу службу новостей, если вы надеялись, что программа подробности новости канала Интер, программа подробности недели и программа Черное Зеркало после этого не выйдут в эфир, то вы глубоко ошибаетесь. Давайте продолжим. Хотели мы с вами остановиться. Хороший сюжет мы подготовили к вам, к нашему с вами диалогу, о ситуации с нелегальной добычей янтаря. На этой, на прошлой неделе, чуть не поссорились Министерство внутренних дел со службой, Госпогранслужбой, да, насколько мне подсказывает моя редактор, зам главы нацполиции, не самый последний человек в структуре МВД, гордо отчитался о том, что янтарная гидра у нас просто, голова ее отсечена, и МВД контролирует ситуацию, нигде у нас нелегально янтарь больше не добывают. Буквально через два дня Госпогранслужба показывает аэровидеосъемку, на которой четко видно, что во многих приграничных областях Украины, там не то, что этой гидре голову не отрубили, на нее, по-моему, даже не замахивались. Десятки мотопомп, десятки людей на каждом объекте. Работа кипит так, как будто она никогда не останавливалась. Наш журналист Олег Решетняк съездил, рискуя своей жизнью, пережив несколько нападений. Съемочная группа привезла очень хороший материал. Нам тоже с дрона удалось снять работающие нелегальные вот эти вот шахты. К сожалению, видео уничтожено, посмотреть мы его сейчас с вами не можем. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Где правда? Кто не видит или кто преувеличивает свои заслуги? Правда в том, что, на жаль, те люди, которые, звичайные люди, копают этот бурштин, они же не просто от хорошего такого життя захотели еще соби и больше заработать. Зрозуміло, что это депрессивные районы. Там не развита экономика, не развинута. Вона заставляет людей идти и делать. Это понятно, но кто кришует их? Вот вопрос в том, что он ответил о арешт одного из заступников прокурора области, за то, что он кришовал эту мафию. Кого-то из милиции арештовали, полиции. Где-то каких-то злочинцев взяли. Но мы знаем, что кто есть дахом от всех бурштиновых рисков? Это та же самая правоохранная система, которая слилася с бандитами. И это снова вопрос 90-х годов. Воно снова на поверхность идет. Неможливо сделать таким образом, чтобы сразу сказать, что мы это продаем. Вы сделаете законопроект, который позволит людям легально это сделать, как в Польше. Если вы знаете, что в Польше, то за каждый килограмм этого бурштину они платят податок. 2,5 евро. Иди сюда, пожалуйста. Иди сюда, пожалуйста. А рекомендацию, они равняются. А если там какие-то дерева росли, то они садят маленькие дерева. И это в угодах прописано. Почему не принять государственную программу для этого? А зрозуміло, что нелегальный добыток бурштину даёт зиск тем нелегальным гражданам, которые потом куда-то уходят из страны. Извините, немного перебью. Все-таки наши сегодняшние истории. Вот как разнятся комментарии не сам министра МВД, а его советника. Обратите внимание. Аваков вот только что недавно заявил, мне только что принесли эту информацию, о том, что лица, которые организовали пикет, я напоминаю, они наставят о том, что это был мирный пикет, ну просто люди, выходя из дому, прихватили с собой пару дымовых шашек, поджигательные смеси. Это военнослужащие 30-й бригады вооружённых сил, объединившиеся в таком протесте, сказал Аваков только что в эфире одного из телеканалов. Наверное, господин Аваков не знал, что его советник Зорин Шкирякс заявил, что это провокация, которая может быть организована сотрудниками телеканала или другими неизвестными провокаторами. Я посоветовал бы при службе Министерства внутренних дел, наверное, всё-таки тщательнее работать со своими патронами и вырабатывать какую-то одну единую версию, которую рассылать им, которую они должны озвучивать в одно и то же время. А по поводу нашего с вами разговора вернёмся. Сезон осенний должен быть, наверное, у нас очень ярким. Смотрите, каким было лето. За лето мы наблюдали огромное количество обвинений, посадок с последующим выходом под залог. Скоро закончатся двухмесячные сроки по предъявлению обвинений по всем этим делам. Как вы думаете, увидит ли страна после вот этого сериала громких обвинений, обысков, арестов, увидит ли она реальные сроки для тех, кого арестовали? Понятно, что страна надеется на то, что они это получают. Но, честно говоря, бачу ситуацию, которая сегодня существует в правоохранной системе, я далекий от того, чтобы сказать, что да, мы увидим результат. Потому что за эти два года, которые были после революции, ни один человек, на жаль, не понес покарание. Мы не видели ни одного процесса, мы не видели ни одного вырока, мы не видели ни одной камеры, якой, чи тюрьмы, якой вывезли после вырока этого чиновника. На жаль, у нас заявляется про то, что зловили, а то, что его посадили, у нас не заявляется. Я подготовил даже, я перебью, вы продолжите, я подготовил к нашему диалогу даже статистику, она у нас была, оформила красивую графику, которую я снова напоминаю, мы, к сожалению, не можем вам показать, дорогие телезрители, о том, что вообще за прошлый год или с начала этого года, у нас было возбуждено около 970-960 уголовных дел против чиновников по всей стране. 978. Спасибо. Из них сколько оказалось на стадии рассмотрения в суде? На стадии розвитку десь біля 400. Менее половины. Менее половины, я вам подскажу. Знаете, сколько людей получили сроки по этим делам? Еще не одни, тому що три справи, які отримали першу станцию, это по двум райдержадміністрациям и одному заступнику главы земельных присутствий. И вот здесь я хотел уже закончить свою ремарку, что самое высокое звено, которое может сесть, это главы райадміністрации или их замы райадміністрации. Вот вам та верхушка, с которой якобы борются. Причина? Причина назовите мне вы. Да, причина, две причины есть. Первая причина, это то, что, на жаль, когда мы заявляли, что есть альтернатива для коррупционеров выйти под заставу. То есть у них всегда есть выход в том, что он до этого тоже крал. То есть у него есть деньги для того, чтобы заплатить за заставу. И вот эта проблема в том, что, на жаль, эти законопроекты, которые есть в Верховной Раде, уже больше всего года, вот он единственный мой законопроект, чтобы заменить, чтобы не было застави для коррупционеров, только посадка, только запобежный заход взятя под варту, и тогда они не будут впливать на следствие. Вот это главное, но уже больше года оно буксируется. Я знаю, знаете, завжди про то, что такие дела нужно месяц, 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 год в год продолжать. Потому что вы знаете, все, что я пять лет добивался свой закон про спадщину, который принят и сейчас действует. Я и этот закон добью. То есть требует лупаться с теми. То есть через ваши программы. Но другая вопрос. Чему тикают суды и депутаты? Потому что все сказали перед выборами о признании депутатской недороганности. Где она? В нашем комитете, который вы назвали, это правовой политикой правосудия, этот закон мохом порез. Он есть, он существует, он принят в первом читании. Но он порез мохом, его никто не выставляет. Его вытащат и стряхнут с него пыль, если будут перевыборы. Если будут перевыборы. Правильно. И тому, после того, как снимают депутатскую недороганность, тогда не будет законодательства. Кстати, если мы уже говорили о перевыборах, вы не чувствуете, что уже запахло в воздухе ими? Я думаю, что... Если проанализировать прошлый сезон. Если взять этот сезон и горячий будет осенний сезон, то, если люди получают платежки, сейчас очень высокие, они не смогут своими зарплатами и пенсиями оплатить коммунальные платежи, а люди не смогут... Вы знаете, что, например, человек, который имеет одну корову, она не может на субсидию иметь дозвіл. А литр молока 2,5 гривни. А мы пропонуем 4 гривни хотят сделать и вернуть всем людям, которые имеют одну корову, иметь субсидию. Если они сейчас получают эти платежки, и они не смогут заплатить, какое сборение будет народу? У народа есть два варианта. Или положить зубы на полку, или показать их власти. Вы сами это прекрасно понимаете. Я думаю, что покажет зубы. Ну, время покажет. Мы с вами обязательно все это еще будем обсуждать и в программе подробностей недели, и в программе «Черное зеркало». Спасибо вам огромное. Это был Сергей Мищенко, Комитет по правовой политике и правосудию, народный депутат Украины. Давайте снова мы вам расскажем о том, что же все-таки пережила служба новостей сегодня днем. Следующий мой гость, это моя коллега Ирина Дяченко, режиссер программы «Подробности недели». Ирочка, здравствуй. Еще раз, да. Вот микрофон. Ирочка, расскажи мне, где ты была во время нападения? Как ты знаешь, мы вчера приехали из командировки из Ривна. Кстати, да, Ира это тот режиссер, который вместе с Олегом Решетником пережила нападение вчера. В Житомирской или в Римненской области от нелегальных копателей? Да. Со стороны нелегальных копателей? Мы снимали о незаконной добыче янтаря сюжет и тихо, мирно сидели, монтировали в аппаратной на третьем этаже. Зашла коллега и говорит, «Ребята, не открывайте, пожалуйста, двери, потому что там какой-то дым». Мы все равно продолжали сидеть. Потом, когда дым стал просачиваться, мы выскочили в коридор. Уже не было никакой видимости. Мы побежали на четвертый этаж, на балкон. Выскочили несколько человек, при том, что некоторые ребята побежали на крышу. Мы просто потерялись. Видимость была, ну вот, метр просто. Дым шел в одну сторону, мы убегали. Потом стали лопаться стекла. Это было страшно. Высокая температура. Высокая температура. Ребята кричали с крыши. Но самое страшное, что один наш коллега сидел в аппаратной, и мы его просто вызванивали, а он уже был просто, вот, как бы, мы говорим, что ты делаешь, ты где? Он говорит, я в аппаратной. Слава Богу, подоспели вовремя пожарные. И человеком... Вам удалось его спасти. А сколько вообще человек было заблокировано на верхних этажах? Ну, приблизительно, по твоим оценкам. Ну, приблизительно, 15 человек на крыше, а мы стояли на балконе, нас было человек 8. Ну, то есть больше 20 человек. С чем это могло закончиться? Да, и наш режиссер монтажа видел, как били его машину. И он не успел просто... У него не было с собой ключей, естественно, потому что выскочили, как были. Потому что мы не понимали, что происходит. Внизу жгли шины. Мы так понимали, что это... Ну, сейчас уже... Мир, ну, а вот как ты, как человек, который был вот в этом эпицентре всего, этого происходящего, как ты можешь прокомментировать заявление и МЧС, и МВД о том, что пострадавших не было? Ну, если судить о нашей коллеге... Ты так видела? Их не было? Мы все пострадавшие. А что с нашим зданием? А что у нас с нашей работой? А что вообще с нашим каналом? Разве так можно вообще с людьми поступать? Это беспредел. Спасибо, Ира. Спасибо за участие в этой программе. Это была... Спасибо, Лёша. ...Ирина Дещенко, режиссер программы «Подробности недели». Есть еще один у нас очевидец, участник происходящего. Вадим Ревун, наш оператор, человек, который очень много работает в АТО. Вадим, что ты видел? Где ты был во время нападения? Во время нападения был в операторской комнате. Вот. Услышал крики «Пожар! Пожар!». Как только вышел из комнаты, бегали какие-то непонятные люди в масках с порошковыми огнетушителями. И как только вышел с операторской, мне просто вот в лицо задули огнетушителем. Вот. Побежал на ТЖК, естественно, взял в первую очередь камеру. То есть оператор всегда первым делом начинает работать? Берет камеру, начинает снимать, да. Мне говорили, что ты видел нападавших? Да. И даже... Активных, да. ...вроде бы даже отбивал от них камеру. Внизу, когда уже все было снято, и уже когда находиться в помещении нельзя было, то с журналистом выбежали, с Усланом Смещаком выбежали вниз, чтобы выйти, эвакуироваться из здания. Но нападавшие пытались отобрать камеру. Начал ее защищать, сломали крышку, микрофон. Пытался вытащить карточку, тогда получил несколько ударов по ребрам и понял, что ситуация не бесполезна. Вадим, а по техническому состоянию насколько пострадало здание, насколько пострадала техника? Ты лучше в этом разбираешься, чем я? Полностью сожжен павильон. Павильон это студия, в которой... ...из которой выходит в эфир все наши программы. Очень сильно пострадал второй и третий этаж. Зарубежный отдел полностью сгорел. Там был очаг возгорания. Люди забежали туда, подожгли. Мы с Русланом Смещаком пытались потушить по очереди. Снимая и туша, но очаг был очень сильный, поэтому вынуждены были покинуть здание. Понятно. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Это был Вадим Ревун, наш оператор. Я приглашаю на гостевую площадку Ирину Суслову, народного депутата Украины. Спасибо, Ира, что приехали к нам. Спасибо вам за поддержку. Сразу хочу начать с заявления, которое вот только что мне передали мои редакторы. не буду говорить, кто это, но некоторые радикальные партии призывают завтра продолжить травлю Интера и считают, что сегодняшний погром канала Интер это только прелюдия к большой драме. И призывают своих сторонников завтра прийти уже к зданию Интера. На самом деле сегодня напали на здание редакции новостей на здание, а завтра, как видим, готовятся все это повторить уже в другом районе города, там, где находятся центральные офисы, другие съемочные павильоны канала. Рокоментируйте, пожалуйста. Олексій, вы знаете, все, что происходит сегодня тут, произошло тут в студии Интера, в одной из студий Интера, это неприпустимая ситуация, как и те заклики, которые лунали от многих людей, в том числе и публичных людей, что необходимо разбираться с телеканалом или с другими телеканалами. Вопрос в том, что если есть какие-то конкретные зауважения к телеканалу, мы должны их озвучивать до правоохранных органов, тем более, что мы должны на то соответствующие повноважения, как народные депутаты, если тебе что-то с ним лошадь, ты можешь обратиться або до СБУ, або до НКО с вопросом радио и телемовления. И есть неприятная ситуация, когда пытаются решить вопросы подпалами, которые происходят в Киеве, и без пределок. То есть ситуация точно неприятная, такие заклики неприятные. И я считаю, что единственное решение цієї проблемы, оно полягает в том, что створить соответствующую группу, до которой ведут в первую очередь представители Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, в том числе представители правоохранной системы, таких как НПУ. И створить эту группу, которая независимо, объективно, в найкоротшем термине будет проводить расследование того, что произошло сегодня. Потому что из того, что я чула от людей, которые безусловно были в середине, это было жахливо, потому что люди, которые совершили подпал студии, они понимали, что в середине находятся люди. Это живые люди, которые пребывали на своих рабочих местах и которые фактически не могли покинуть примещение. Это неприпустимо. То есть, фактически, мы сегодня, те люди, которые совершили такой злочин, они играют на руку кому? Кому? Кто зацикавленный в первую очередь в том, чтобы дестабилизировать ситуацию напередодней осени? Кто зацикавленный? Звычайно, наш внешний агрессор. И про это сегодня говорили наши... Ну, вопрос только в другом, чьими руками это делается? Вы знаете, я переконана в том, что это расследование должно быть проведено в найкоротшем термине и не этим органом. Ира, ну, некоторые чиновники высшего, причем ранга, они уже поспешили объяснить и назвать причины и рассказать всем, что случилось, не дожидаясь сюда и следствия на самом деле. У меня вопрос тогда до национальной полиции, а че они встегли провести соответствующие действия? Давайте зрителям дадим возможность посмотреть, как это все, эти следственные действия иногда проходят. Покажите нам, пожалуйста, момент с миной, которую нашли возле нашего здания. Открытое криминальное проведение, проводится досудовое расследование, на первый час больше я вам ничего не могу. Что с миной, которая лежала возле кто-то? Что это за ситуация? Вона вылечена и направлена на экспортизу. Это боевая мина? Нет. Звитки в огонь. Кто эти люди? Сейчас останавливаются особи, которые были затриманы. Сколько это затримано? Шесть соседей. Ира, я вам объясню, вы не слышали беглый взгляд правоохранителя на мину, когда у него спрашивают, скажите, что это, это боевая мина или нет? Беглый взгляд нет. Ну, это приблизительно вот об уровне той экспертизы, которую вы ждете. Вы знаете, я не бачила сюжету, я не бачила погляду, але я точно могу сказать, я хочу нагадать, просто мы нечедавно наприкінці закінчения політичного сезона это обговорили у студии «Чорного зеркала». «Чорного зеркала». Так, речница национальной полиции, результаты работы, так, чьи удалась реформа, чьи не удалась. Я хочу нагадати, що квартиру моєї сестри пограбували трошки більше рік тому, потом квартиру мою пограбували через півроку, и в день, когда мы говорили про результаты работы национальной полиции, в вечеринке мне подзвонил в тату после эфиру и сказал, что пограбували квартиру моей бабуси. Я хочу еще раз нагадати прямые функциональные обязательства национальной полиции и уважительно на то, что их завдание не делать селфи. Мы очень впечатлены и задоволены тем, что у нас есть прекрасный полицейский, с хорошей внешностью, в хороших окулярах, на хороших автомобилях, но мы приглашаем их начать выполнять свои функциональные обязательства, которые на них покладены, и законом Украины, в первую очередь, и с суспільством, вот эти три эпизода хоть кого-то нашли, хотя бы по одному из них. Нет, нет, жодного звучит. Вы прочувствовали, конечно, эту реформу на себя. Ира, спасибо вам огромное, что вы приехали. Спасибо, что поддержали. Давайте всем пообещаем, что мы с вами еще встретимся в студии и подробности недели, и черного зеркала, как бы кое-кто не хотел, чтобы этого не произошло. Спасибо вам. Спасибо, до встречи. Олег Решетняк подошел к нам, подходи, пожалуйста. Это мой коллега, да. Ну, вот такой вид, как у тебя, не стесняйся, сегодня имеют большинство наших сотрудников, которые пережили пожар. Вот этот вот эффект шахтера, знаете, когда остается копоть на теле такая, которую не вымыть, наверное, и не за одну неделю. Руслан, ну, с тобой я хотел поговорить не о том, мы уже слушали наших сотрудников, о том, что они пережили сегодня. Расскажи, пожалуйста, какой материал о янтаре, о нелегальных его добытчиках ты подготовил к нам сегодня в эфир? Куда ездил и что привез? Он уже был почти смонтирован. Мы как раз и занимались тем, что его монтировали, когда вдруг услышали эту гарь. Материал был такой, вот можете себе представить. Находится блокпост полиции, которая занимается якобы охраной территорий против копанок, против вымывания солнечного камня. Буквально 200 метров уже добывают янтарь. И это никого даже не смущает, вот это вот создание, как это, попытка бурной деятельности, наверное, меня вот больше всего и смущило. Твоя коллега Ира Диченко нам рассказывал о том, что вы пережили там даже нападение в адрес съемочной группы. Скажи, кто это был и чем вам угрожали? Ну, смотрите, там как бы нам прямо говорили, уезжайте отсюда по-хорошему, вас тут не ждут. Вот, если это вообще такая, вы знаете, что такое янтарная мафия, хотя сами большие боссы янтарной мафии всегда говорят о том, что дайте нам просто честно работать, мы хотим платить деньги государству, мы хотим делать то, что должны, пополнять казну. А в итоге, говорят, нам приходится платить нужным людям. Ну, зная тебя и зная то, что пережила ваша съемочная группа, и я видел некоторые кадры того, что вы привезли, я думаю, что материал должен был быть резонансом. О чем ты вспомнил? Я вспомнил, вспомнил. Ну, нет, у меня не сохранилось это видео. Не сохранилось, хорошо. Но мы продолжим все равно эту тему. Не первая, не последняя это была твоя командировка. Обязательно еще увидимся. Спасибо огромное. Олег Решетняк был, это журналист программы «Подробности недели». Ольга Червакова, здравствуй, дорогая. Проходи к нам, пожалуйста, наша еще одна гостья. Спасибо тебе огромное, что приехала поддержать нас. Ольга Червакова, народный депутат Украины, а до того, не открою, наверное, многим тайну, выпускающий редактор программы именно «Подробности недели». Оля, ну кому как не тебе комментировать то, что случилось сегодня? Твое отношение к этой женщине? Я, честно говоря, была шокована, когда посмотрела эти телевизионные кадры. На жаль, я про это узналася с телевизора. И я не думала, что такое может происходить в моей стране после Революции Гидности. Потому что то, за что, власне, стоял Майдан, он как раз и стоял против насильства и против будь-яких насильницких проявов стосовно решений будь-яких проблем. Я помню, как мы повернулись после Майдана сюда, працювать я повернулася в березне. Мы с тобой одновременно когда пришли после Майдана. И я помню чітко, что были тогда поведомления про можливые напады, каких-то гранатометов, то что. Но тут стоял правый сектор, тут стояли сотни Майдану, для того, чтобы, не дай Боже, не было вчинено какого-то насильницкого нападу, хотя и все понимали, что до попереднего висвятления подий на Майдане на телеканале Интер действительно у суспільства были проблемы. Но суспільство тогда требовало, чтобы эти все вопросы были решены в правовый способ. Чтобы они не были решены в насильницкий способ, потому что это не те ценности, за которые боролось общество. То, что я увидела сегодня, и сейчас на снимальном Майдане, мы смотрели, я слышала слова Вадима, и она коллега моего Ларисы за дорожную. Мне, честно говоря, шокировало. И на самом деле все, что они рассказали, тут абсолютно очевидная ознака порушения 171 статей Криминального кодексу, это перешкоджание законной профессиональной деятельности журналіста, потому что когда нападают на оператора, когда забирают в него камеру, я не говорю про подпал, вот даже если прибрать весь контекст, если сегодня могли погибнуть люди, сегодня могли загинути люди, да, но это если весь контекст прибрать, просто перешкоджание оператора, то, что не давало его снимать, а еще плюс, что подпалили аппаратные, студии, пытались перешкодить, очень четко, технически выверено, грамотно, одновременно в нескольких местах. Я вважаю, что тут как минимум, точнее, на додачу до тех статей, по яких будут порушены криминальные справы, я сподіваюся, все же таки национальной полиции, за фактом того, что произошло сегодня, должна быть обязательно порушена криминальная справа стосовно перешкоджения законной профессиональной деятельности журналіста, потому что то, что было вчинено снищение в видеоматеріалов, то, что произошло перешкоджение журналістам, произошло фактически, и произошло перешкоджение операторам даже снимать эти события, это четко подходит к этому полиции. Ты журналіст очень известный, начала свою карьеру, не будем говорить, как давно, но проработала прилично. Скажи, самые страшные годы в журналістике для тебя были какие? Когда вот был у тебя такой период, когда было страшно физически за свою жизнь? Знаешь, журналістика это такая профессия, в которой втрачается страх, и в которой ты вообще не чувствуешь страха, когда ты чувствуешь, что ты делаешь социально значительную работу. И, насправді, даже попри те, что Интер абсолютно не чужий меню телеканал, я змушена говорите и про тот контекст, который передавал этим всем подъем. И мы знаем, что разогревалась ситуация, и она разогревалась в том числе и фактологичным материалом. Было выкинуто в том числе, Я не знаю, что он сказал про эту акцию. Я читала, что он писал про телеканал Интер, и эти слова не можно повторять в эфире, потому что их не можно повторять, потому что они матерные. Но, фактически, чтобы иниціювать расследование, ты действительно вважаешь, что на телеканале керевником есть негидная человек, или она работает в интересах каких-то певных людей, а групп, а против национальных интересов Украины. Так вважает, напевно, певная часть общества, и, очевидно, они требуют расследования. Почему Министерство внутренних справ не иниціювало расследование на эту тему? Я бы даже уточнил эту фразу, почему оно не занималось своей прямой работой. Это первое вопрос. Другое вопрос. Министр внутренних справ нещодавно написал на Фейсбуке звернение до СБУ про то, что это должен делать СБУ. На что речница СБУ ему ответила, что почему вы такого не сделали? Фактически, весь пинг-понг между правоохранными органами, который произошел относительно конфликтных событий вокруг телеканала, вокруг контента, обговорения телеканала, это фактически то, чем занимались правоохранные органы, чтобы выполнять свою непосредственную функцию. Возьмите и разберите, чьи есть в условиях какие-то загрозы национальным интересам, или нет. Дайте чутко сигнал Национальной Рады с вопросом телебачения и радиомовления. Они говорят, что мы тоже ничего не можем сделать. А общество постоянно подбурюется, что давайте, 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 смотрите канал Интер. А сама ты веришь, что виновные будут найдены и наказаны? Я верю в то, что эта ситуация была спровокована. Я верю в то, что вместо эффективных расследований происходило постоянное подбурювание, в том числе и с боку министра внутренних дел, который, чтобы заниматься своей прямой работой, занимается нацковыванием людей на засоби массовой информации. И, на снятком чого, появляются вот такие вот ганебные действия. Питание в том, что это не просто напад на телеканал. Это брутальный напад, подпал в центре Киева. Это брутальный бандитизм, фактически. Я бы хотела подивиться сейчас. От мне говорят, что Арсен Аваков сейчас находится в эфире иншого телеканалу и рассказывает про то, что это... Да, я уже цитировала, вы заявлены, кстати. Да, что это там какая-то помста, то что. Как вообще такие слова может вживать министр внутренних дел, который, наоборот, должен выполнить все действия для того, чтобы никакой помсти ни до кого и никакого самосуду не было выполнено. Сегодня, вот тут на снимальном майдане, когда мы были, я почула вообще жахливую историю про то, что виявляется, что тут были представители правоохранных органов перед нападом, а потом они сникли за 15 минут до того, как сталися эти агрессивные действия. То у меня вопрос, если бы они тут были, если бы вы мали предположение про то, что такая ситуация должна сделать, почему ей не забегли? Потому что спекуливать потом на ней? Я, честно говоря, хотела бы закликать керівництво правоохранных органов, керівництво Министерства внутренних справ до всебечного расследования цієї истории, которая сегодня сталася ганебной. Но мне кажется, что там просто нема с кем говорить. Потому что у меня есть обрунтована подозра, что те самые люди, которые закликали это делать, которые подбуривали до таких действий, теперь будут заниматься фактически расследованием этих действий. Поэтому я обратлюсь к генеральному прокурору Юрия Луценко, как к генеральному прокурору ведомства, который имеет статус процессуального керівника в этой справе. Взяти під особистий контроль расследование цієї справи, взяти під контроль все, что будут делать представники Министерства внутренних справ, для того, чтобы фактически з'ясувати не лише обставини самого нападу, потому что это наслідок, это не причина, не лише обставини того, что тут произошло за останні години, а фактически всю суспільную картину подивитися від першого кроку до останнього. Кто подбуривав? Что делали? Чи были подставы для того, чтобы вживать такие слова, такие заклики стосовно телеканалу? Чи не были? Если были, вживайте действия стосовно телеканалу. Если не были, признайтесь тогда, что ваши действия – это просто намагание переделить медиарю. Объективное и честное расследование, что нам остается делать в этой ситуации. Оль, то, что волнует многих телезрителей уже безотносительно к сегодняшним событиям, с чего ты ждешь от нового политического сезона? Насколько продуктивный тебе кажется, будет он? Насколько продуктивным? И увидят ли люди принятие тех законопроектов, которые, в общем-то, про какие им болить, как говорится в украинске? Я считаю, что ситуация очень важная. И сколько бы мы не говорили, что принятие любых законов сейчас обеспечить нам прорыв в стране, прорыв в стране обеспечить, еще таки, знову повертаешься, работа эффективной правоохранной системы. Потому что, когда в стране подвищаются тарифы, когда тарифы подвищаются в разы и тянут за собой здорожжение бензина, здорожжение продуктов харчевания, здорожжение жизни, то мы должны начать видеть какие-то реформы. Потому что общество хочет справедливости. Воно не хочет просто в своей кишени финансировать чьюсь кишеню, чтобы эти деньги просто пошли потом в какую-то цену. И по настроениям надежды на эти реформы в тебе еще теплиться или нет? То, что мы вот видели, я уже рассказывал то ли Сергею, то ли Артуру, твоим коллегам, мы пытались сделать сюжет, такой мини-согласительный совет. Но парламент раздираем просто разными хотелками, что называется. Хотелки у всех разные, никто друг другу на уступки идти не хочет. Ты веришь, что этот парламент просуществует еще долго в этом составе? Питание не лише в парламенте. Я парламентским корреспондентом прорывала 12 лет, и я знаю, что весь, завжди, суспильный гнев, вот как сейчас он на интере спрямованный, там, певная часть, то очень большая часть суспильного гнева всегда спрямована на парламент, потому что парламент – это коллегиальный орган, он открытый, все бачат, что там делают депутаты, какие они смс-ки одному шлют. И, соответственно, до депутатов завжди больше всех вопросов. А насправді у суспільства мають бути питання до керівників, заступников керівників, каких-то там державных предприятий, державных монополий, которые керуют величезными капиталами, величезными потоками и строят себе маечки. От питание мають бути до этих людей, это мае быть питание совести. Мы можем, сколько угодно, принять закон, мы можем принять, как видите, мы приняли закон про электронные декларации, да? А потом началась вся эта история, а давайте мы не будем сейчас, а завтра мы внесем электронную декларацию, потому что там, как раз, какая-то халепа вкралась в защиту персональных данных. А чего же она вкралась? А чи не знали вы, что она может вкрасться полгода тому, когда вы замовляли эту программу? Ну, очевидно, все эти вещи, вот до тех пор, пока это не будет спрямовано на саботаж, пока это будет спрямовано на саботаж, парламент может просто разбиться об стену головой. И ничего не случится до тех пор, пока законы не будут выполняться. Ну что ж, будем следить за новым политическим сезоном вместе. Ты в стенах парламента, мы у стен парламента будем следить уже теперь за твоей работой, тоже в частности, как народный депутат. Еще раз спасибо огромное, что сегодня нашла время и пришла и приехала нас поддержать. Спасибо, это абсолютный жах. Спасибо, ты настоящий друг. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мне хотелось бы вам снова напомнить о том, что происходило сегодня в нашем офисе редакции новостейной телеканала Интер сегодня после обеда. Посмотрите это видео, пожалуйста. О, Боже. О, Живо. Выходи. Выходи. О, Боже. Ну, вот вы увидели все, что происходило и под зданием, и в стенах здания. Видео, снятое на мобильные телефоны, на планшеты моих коллег, наших сотрудников службы новостей. Кстати, о пострадавших. Вот как медики прокомментировали сегодня количество, обратившихся к ним после этих событий. Послушайте, пожалуйста. Ну, серьезно. Был один, увезла бригада одного. Значит, у него было подозрение на травму, закрытую травму грудной клетки. И обратилось два, у них было подозрение на отравление черным газом. Самого первого увезла бригада. На фоне этого заявления, мне бы хотелось вам снова напомнить заявление МинЧС и МВД, которое было опубликовано где-то через час после этих событий, о том, что пострадавших во время этого инцидента на нашем канале якобы не было. Ну, выводы делайте сами. К нам присоединяется еще один мой коллега, Дмитрий Литвин, редактор программы «Подробности недели» и программы «Черное зеркало». Дима, ну, я прекрасно понимаю, что ты пережил во время этого захвата и штурма. Мы с тобой находились рядом, мы работали с тобой в одном кабинете. Но все же, чтобы не от моего лица, расскажи, пожалуйста, что это было? Это был очень хорошо подготовленный поджог. И причем подготовленность этого всего была видна не только здесь, собственно, но и в той информационной кампании, которая мгновенно развернулась в Фейсбуке, в соцсетях, на некоторых сайтах, когда стали говорить, что это всего лишь акция протеста, на которую кто-то напал, и в результате дымовая шашка некая залетела в здание, и начался пожар. Это абсолютно неправда. Здесь было несколько групп нападающих. Одна группа сразу заблокировала центральный выход, другая группа как-то проникла в здание. Как еще пока неизвестно, но им удалось создать в здании несколько очагов возгорания. Это было очень большое возгорание. Это была конкретно какая-то горючая смесь, от которой это все загорелось. То есть дело не просто в дымовой шашке. И судя по тому, что это было все очень... Если в ней, то не в одной. Даже, ну, дым, конечно, тоже был в здании, вообще было все в дыму. И сначала, возможно, от дымовых шашек, потом уже точно от пожара. Это был дым, которым просто невозможно дышать. И эти люди, которые сюда ворвались, было видно, что они идут наносить... Ну, собственно, это... готовить очень большой пожар. Они были в спецовке, они были в масках, чтобы сами не пострадали, собственно. То есть, возможно, они даже... Да, кстати, эти люди были даже в противогазах. Наверное, так собираются, по версии Министерства внутренних дел, люди на мирную акцию протеста. Я не исключаю, что они, возможно, рассчитывали, что будут даже жертвы, чтобы, собственно, запугать всех. Потому что, очевидно, что цель этой всей акции – это запугать и наш телеканал, и другие телеканалы. Особенно интересно, что вот в среду и в пятницу в Фейсбуке было много заявлений на сайт, допустим, сайта Миротворец, там, Книжицкого, Николая, там, и других таких людей, которые Антона Гераченко, Андрея Львова, народных депутатов, мол, готовьтесь. И в одном из этих заявлений были такие слова, что телеканалы должны держать нос по ветру. Видимо, это должен быть ветер с тем дымом, который должен убедить всех быть не такими честными в эфире, и, как бы, молчать о том, о чем, собственно, стоит говорить, там, это и от незаконной добычи янтаря, которая в нашей стране очень масштабная, до всех других проблем, в том числе и рост преступности. Мы сегодня уже с Ларисой, да, говорили в самом начале этого нашего экстренного такого выпуска, на коленке, что называется, о том, что тем резонансных, которые мы сегодня хотели поднять, действительно было очень много. Выпуск обещал быть ярким по содержанию, согласись, и по диалогам, и по заявлениям, которые там могли прозвучать. Но, тем не менее, случилось так, как случилось. Спасибо тебе, Дим, за то, что помог. Это был Дмитрий Литвин, редактор программы «Черное зеркало» и подробности недели. Кстати, Дима, Дима, забыли пообещать зрителям, что снова с ними встретимся и в «Черном зеркале». Но я это сделаю за нас двоих. Да. Задержали все-таки сегодня, то ли двух, то ли трех, если сейчас могу ошибаться, нападавших, людей, которые устроили погром и совершили поджог нашего здания. Посмотрите, пожалуйста, видео этого задержания. «Черное зеркало» «Садержите!» «Задержите!» «А ну, стоять!» Эй, алё! Рожись! Рожись! Спокойся! Выпустили блюдец, уже не запахи. Руки за себя! Спокойся! Я вам показывал, по свече ничего не работает. Руки за себя! Мои редакторы, которые сейчас имеют возможность следить за оперативной лентой новостей, уточнили, что по предварительным данным было задержано около 6 человек нападавших. Ну, в течение вот этого выпуска вы видели эмоции моих коллег, сотрудников, которые приходили на гостевую площадку, слышали, что они пережили. Давайте послушаем еще слова тех, кто был в этом здании во время захвата. На расстоянии балкона, ну вот так, с поворотом, эти 10 метров, которые нас семерых спасали, потому что ветер дул то в одну славовую, то в другую сторону. Сидели на корточках, потому что дышать было практически нечего. С рубашками там чем-то закрывали рот, но были какие-то моменты, когда мы могли вздохнуть воздухом. Ну, мы, когда вышли в коридор, двери были зачинены, но за дверями уже было видно, что дым, ну, сивый такий дым. Мы поняли, что на низ мы не спустимся уже, мы начали подниматься на гору и скрылись дверями, там человек 10. И шли по сходам на четвертий поверх на дах, чтобы выйти. Не видно было ничего, фонариками светили, телефонами, просто, ну, на сантиметров 20 все, ну, темно, дымся и выедая очи. Как бы даревую зачиненную, ну, край. Страшно. Еще когда девочка стала рядом плакать, мне стало страшно в войне. Ну, наверное, наша сплоченность нас спасла, то, что мы все быстро приняли решение экстренно эвакуироваться оттуда. И, наверное, Господь Бог еще нам помог, потому что мы вообще ничего не видели. Была скремешная просто темнота от задымления страшнейшего, было очень тяжело дышать. И мы просто нащупались дверь, как бы, переди Виталик сбежался, и, по-моему, нащупали дверь просто и все выбежали. Только, наверное, это нас спасло. И какая-то интуиция, что вот нужно бежать туда, а не сидеть в монтажках или бежать ни в том случае вниз. Наверное, это нас спасло, собственно говоря. Вот это мы пережили днем. А что происходит под зданием нашей редакционной службы? Давайте посмотрим. Сейчас в прямом эфире снова мой коллега Руслан Смичук, готов нам все рассказать и показать. Эфирное, аппаратное, помогите нам, пожалуйста, сейчас. Как видите, под моими ногами очень много пищевого числа. Это от жара. Вот здесь вот на второго случая. Это жара. Здесь, как вы видите, все ступени залиты водой. Давайте пойдем дальше. Руда случится до сих пор. Ребята, спускайтесь, спускайтесь. Ну, как вы видите, нас до сих пор не отпускают в офис, несмотря на то, что после происшествия прошло уже несколько часов. Ну, вот такие последствия пожара, которые можно наблюдать с улицы. Оператор, осторожнее, не подскользнитесь. Вот такая ситуация. Руслан Смичук был с нами на прямой связи. Ну, в принципе, он находится всего лишь там в нескольких метрах от меня, но имеет возможность подойти ближе, чем я. Я ограничен проводами. Ну, к сожалению, мы не можем сейчас видеть, что происходит внутри здания. Нас по-прежнему туда не пускают, ну, и правильно делают, наверное, сотрудники нацполиции. К нам продолжают подъезжать гости, политики, народные депутаты. Вот сейчас присоединяется к разговору Юрий Павленко. Прошу вас проходите. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Спасибо, что решились поддержать. Как вы прокомментируете то, что у нас сегодня произошло? Ну, насамперед хочется висловить слова поддержки коллективу телеканалу «Интер». Спасибо. Поможать вам в должности, витримать этот непростый период и остаться, быть объективными, честными и на передови всех основных событий в стране. Без сумніву, это жахливая ситуация. Дивно, что она трактуется сегодня правоохранными органами, как, там, подпал или нанесение какой-то шкоды. Трактуется без суда и следствия. А вместе с тем, на мой взгляд, это яскравый террористический акт против телеканалу «Интер», против свободы слова в Украине, против государственности в Украине, против демократии в Украине. Больше того, этот террористический акт, на мой взгляд, подигрався политиками, подигрався правоохранными народными депутатами, подигрався министрами, зокрема министр внутренних справ Аваков, неодноразово фактично спонукав людей до дій проти незалежного засобу масовой информации. Тому, впевнение следствия должно быть очень четким и провести его Министерство внутренних справ на чоли за Аваковым не может. Мы сможем узнать правду лишь тогда, когда, ну, або министр будет отправлено в отставку. То есть сейчас в объективное расследование Вы не верите? Я не верю в объективное расследование Министерства внутренних справ на чоли за Аваковым, который, фактически, ну, до певної меры, співучасником этих событий. Юрий, ну, и в ваших руках, да, все и в ваших руках, и вас, и ваших коллег, которые уже к нам сегодня приезжали на эту гостевую площадку. Я, звичайно, буду инициативать это вопрос, его на заследовании комитета свободы слова информационной политики. Разом с тем, вот, смотрите, несколько недель после идет скувание телеканалу Интер. Різными способами. Я вам скажу, перше питання на порядку денному заседанню комитету свободы слова, яке має відбутися всереду, вгадайте, яке? Воно стосується телеканалу Интер, зокрема, і використання українських засобів масовой информации агресором. Тобто, певний підготовлений план, він у опонентів є. Тим більше, що телеканал Интер, він, ну, більше показує правду. Він показує правду, яка не подобається владі. Він є, ну, до великої міри опозиційним телеканалом. Тому не виключають. Тут або спланована провокація і дія з боку влади, або ж ці люди, які мали по їх задуму влаштувати пікет, просто вийшли з-під контролю своїх патронів. Такий сценарій теж не можна виключати, бо, знаєте, нагнітання, воно створювалося тими людьми, які мали би його знімати, навпаки знімати, навпаки мирити, навпаки об'єднувати. Натомість представники влади, вони, знаєте, створюють ненависть в суспільстві, створюють протистояння там, де його не може бути, тим більше в сьогоднішніх умовах. Тому з боку комітету, у мене особисто, як члена комітету свободи слова і інформації, це питання буде на особливому контролі. Я буду ініціювати, щоб фракція опозиційного блоку внесла постанову про створення спеціальної слідчої комісії, тому що це перший прецедент такий в країні, і він ні в якому разі не може повторитися, і всі злочинці мають бути покарані, бо якщо цього не відбудеться, ну, завтра будуть знищені таким способом всі засоби масової інформації. Тому тут парламент має зайняти дуже чітку позицію. Дивно, що до цієї хвилини, хоча пройшло вже майже 5 годин, так, від моменту цього теракту, нема заяви президента України, нема позиції прем'єр-міністра України, нема позиції міжнародних організацій. Ну, а, кстати, міжнародні організації, як вони можуть отреагувати на це? Я хочу на ось ці события. Що скажуть в Євросоюзі? Що скажуть в МВФ, наприклад, рішення, якого ми зараз чекаємо? Що скажуть на саміті G20, який зараз проходить в Китаї? На якому будуть говорити об Україні без України, кстати. Принцип свободи слова, недоторканість засобів масової інформації – це і основоположний принцип. Тому я думаю, що позиція міжнародних організацій, демократичних країн буде однозначною в засудженні цієї акції, притягнені винних до відповідальності. І, знову ж таки, це дуже негативно відіб'ється і загалом на іміджі країни. Тому ті люди, які ініціювали цей захід, цей акт, вони повинні нести дуже жорстке покарання. Давайте від противостояній сьогоднішнього дня до противостояній, які вас чекають в парламенті вже з завтрашнього. Які у вас чекання нового політичного сезону? Наскільки он буде продуктивним? Тому що весення сесія, мягко говоря, пройшла ні шатка, ні валка в парламенті. Я не думаю, що робота парламенту буде продуктивною. Коаліції, як не було, так і немає. Є, звичайно, спроба штучно зліпити за рахунок новостворених фракцій, можливо, або окремо залучених депутатів. Разом з тим, сталої коаліції, сталої більшості в парламенті нема. Протиріч за цей канікулярний період стало більше між політичними силами. Тому, ну уж таки, перший тиждень роботи він, звичайно, покаже. Але поки що порядок денний, дуже слабенький. Там немає законопроєктів, які б сьогодні допомогли людям вижити з тарифами, вижити з цінами, війти нормально в зиму, підтримати місцеві органи влади, житло-комуненерго, наприклад, та з точки зору підготовки до зими. Немає. Є ряд законопроєктів, які лобіюють ти чи інші політичні сили. Скажіть, на яких законопроєктах може споткнутися парламент? Можна предположити з високою долі вероятності, що ми знову бачимо блокування трибун, і зрив роботи разними іншими спосібами. Які будуть найзважні питання, на яких парламент камні приткновення? Я думаю, що буде кожне питання, переважно буде дискусійне. Але зараз почався вже бюджетний процес, який уряд і так провалив підготовку, який на етапі, на стадії обговорення вже викликав дуже багато резонансу, починаючи від стипендій і закінчуючи мінімальними прожитковими стандартами. Тому, якщо навіть цей парламент доживе до ухвалення бюджету, то буде дуже жарка дискусія, бо всі розуміють, цей парламент однозначно буде переобраний достроково. Цей парламент не є життєстратним. По бюджету мені б хотілося б похвалити Кабмін. Впервые вони обещають подати його, як то требують закон 15 сентября. Ми, конечно, посмотрим, через 2 недіри появиться он или нет. Ми, по крайній мере, вже перві, там кое-что ми об цьому бюджете знаємо. Уже і Гройсман заявлял, правда, в своїй твиттері. Але, тем не мене, проанонсував, наприклад, ремонт робот, що 30-40 млрд гривень, це планирують в етапі суми, дійсно, немаленьке. Але в то же время, цей бюджет буде і бюджетом економії. Уже первое заявлення о том, що со студентів потрібно снять стипендії, що тот же Гройсман поспішив їх успокоїть, що отличники, малоимущі, в общем-то, без денег не остануться. Ну, і то хорошо, согласитесь. Ну, в общем і цілому, якщо це буде бюджет виживання і економії, в парламенті найдуться голоса, щоб його прийняти? В будь-якому випадку, питання бюджету, це головне питання буде цієї осінньої сесії. І, власне, і обговорення, і прийняття, і ухвалення бюджету буде залежати майбутнє нинішнього складу Верховної Ради України. Якщо цей бюджет не буде мати хоча б мінімальних статей, які би допомагали людям, я думаю, що голосів за нього не знайдеться. Крім того, бюджет повинен мати і складову розвитку, складову підтримки виробництва, щоб через декілька років було звідки брати гроші. І, звичайно, буде намагатися уряд традиційно, як в усі попередні роки, шукати голоси за рахунок різних лобістських статей, чи окремих фракцій, чи окремих депутатів. Тут теж здання засобів масової інформації жорстко контролювано. Я можу точно говорити, що опозиційний блок вніс свої пропозиції, як зменшити тарифи, при цьому не вдаряючи по державі, по реальному бюджету. Ми запропонували, ми готові до дискусій і обговорення. На жаль, поки що уряд і зацікавлені, і політичні сили, зокрема, не йдуть на діалог, а займають таку свою позицію. Ні і все. Тому, можливо, якісь поступки і будуть, але вони будуть настільки мінімальними, що вони жодним чином не відб'ються на потребах людей, але при цьому будуть красиво піаритись. Але навіть, враховуючи, що МВФ грошей так і не дав до сьогоднішнього дня, відповідно, у уряда навіть немає можливості, навіть хоча б підіграти, бо вони слабкі в протистоянні з МВФ з точки зору відстоювання інтересів країни і українського громадянина. Тому надії від нинішнього уряду, від нинішньої владної так званої коаліції, що вони знизять тарифи, немає. Зниження тарифів можливе лише після дострокових парламентських виборів. І вже новий парламент, який буде обраний, виходячи з потреб сьогоднішніх потреб українців, зможе ухвалити і рішення по тарифам, і ухвалити рішення, які стосуються об'єктивного, мінімального прожиткового рівня, зарплати, пенсії, яка б давала можливість хоча б жити, хоча б платити ті тарифи, які вже неймовірно підвищені. Дякую, що прийшли. До зустрічі і в подробностях недели, і в «Черному зеркалі». Не встаю це анонсувати і обіцять пригласити кожного, хто у нас сьогодні з'являється на цій гостєвій площадці, все-таки в нашу нову студію, яка, я верю, з'явиться. Щас давайте ще раз вспомним, що пережили сотрудники редакції «Подробності недели», «Подробності» і вообще всей новостійної служби каналу «Интер» сьогодні днем. Посмотрите це видео ще раз. «Подробності недели!» «Що готюнку?» «Що готюнку?» «Що готюнку» «Що готюнку?» «Що готюнку?» «А потім требаять будемо этим клерасам, які там внизу палили нас». «Ті вони з'являлися!» «Му, я покатююшку світку» «Можно?» «Можно, так вот». «Що, я ідемо, я сейчас». Ну вот такими были эти события, мы не первый раз вам их показываем, просто для тех, кто присоединяется к нашей трансляции прямо сейчас, присоединяются к нам и гости, которые приезжают к нас поддерживать, вот сейчас с нами Михаил Попиев, народный депутат Украины, спасибо, что приехали, здравствуйте. Наверное, уже давайте не будем комментировать все то, что сегодня произошло, вдоволь мы об этом поговорили, все-таки зрители хотели со стартом нового сезона подробностей недели услышать ответы на вопросы, которые их волнуют ежедневно, как выживать, на что выживать, когда изменятся тарифы. Стандартный вопрос, который задаю всем перед стартом политического сезона, вы его каким видите? Дивите, мы вызначили для себя три таких приоритета, это политическая партия, опозиционный блок и, соответственно, фракция. Первое, это установление миру, и этого хотят все люди. Опытывания показывают, что близко 70% украинцев хотят миру. Другое вопрос, это вопрос тарифов. То есть необходимо все-таки, чтобы Верховная Рада Украины вернулась к вопросу тарифов. Но мае быть еще и створен инструмент вирішения этого вопроса. Инструментом есть, первое, принятие закону Украины про специальные и тимчасовые следствия комиссии. Другое, это вызначение соответствующей комиссии, чтобы провести ретельное расследование. Не просто вивчение, а расследование, в интересах кого сейчас людям подвищили тарифы. И третье вопрос, это бюджетное вопрос. Вы знаете, что до 15 вересня уряд обязан подать проект государственного бюджета Украины. Но Кабмин в этом году обещает сделать все по закону, а не так, как перед новогодней ночью, ломать весь парламент через колено. Вы знаете, я хотел бы нагадать Кабмину, так, есть вимоги бюджетного кодексу, тобто вони ще мали в квитні поточного року подати бюджетну резолюцію до Верховної Ради Украины. По-друге, ви знаете, бюджет має базуватися на макроэкономічних показниках. Тобто фонд заробітної плати, внутрішній валовий продукт, высоток инфляції, и еще мають бути встановлені социальні стандарти. Те, что зараз уряд називає прожитковым минимумом, это не то, что они говорят. Потому что прожитковый минимум – это вартистая величина споживчого кошек. То есть, не можно, зменшивши прожитковый минимум вдвече, обманювать людей и сказать, что это прожитковый минимум. Тогда они должны сказать, что мы сегодня выходим на уровень обеспечения прожиткового минимума, то, что есть, 50%. Тогда это будет честно. Те, що робити уряд, уряд сегодня обманює людей. Ну, все-таки давайте вернемся к парламенту. Вам предстоит… Нам хотелось бы, чтобы у вас было очень много работы этой осенью, хотя в работоспособность после предыдущего сезона верится крайне мало. Какие законы все-таки способен принять парламент в течение ближайших месяцев? Во что вы верите? Что удастся продавить, протащить, доторговаться? В первую очередь, конечно, законы, которые касаются простого человека. Перш за все, я думаю, вас и меня интересует, а честно, и коалиция сегодня в Верховной Раде Украины. Вот вы видели подписи от этих 226 необходимых народных депутатов Украины? И несколько месяцев допытывался у каждого из представителей коалиции и просил их принести на эфир список с подписами. Они говорят, что они существуют, пока не видел. Возможно, эти документы существуют. То есть, фактически, возникает много вопросов, если нет коалиции, насколько легитимный тот Уряд, который призначен. Другой, вы знаете, что постанова, которая голосовалась по призначению Уряда, это не постанова, внесена президентом Украины. И много таких вещей, которые сегодня местят сумнівы, что до дотримания Конституции Украины. Ну, и самое главное вопрос, это, кто сегодня ответственный за действие этой влады, потому что коалиция должна ответить перед людьми за действие влады. Другая, коалиция должна поддерживать сегодня Кабинет Министров. Когда у них нет 226 народных депутатов Украины, тогда они не могут выполнять свою функцию. И, фактически, сегодня все люди Украины, они попали в залежность, в заставу до действия влады, и поэтому они не могут отримать сегодня справедливость в решении своих вопросов. Инвалиды не могут отримать ответственность, почему им так плохо живется, почему они не могут купить, даже поездить. То есть у нас сегодня идет мова не про то, что какой-то бюджет, когда мы говорили, бюджет развития, бюджет стабилизации. Сегодня тот бюджет, который есть, он имеет двое знаки. По-перше, это бюджет полицейской страны, потому что левая часть бюджета идет на правоохранные органы. А, по-друге, это бюджет уже не просто виживания людей, это бюджет же братства и зубожения людей, потому что людям не подвищают заработные платы, не подвищают пенсии. Мы будем демагаться этого. Но самое главное, в чем у нас есть опыт, это появляются в бюджете деньги только от работы экономики. Сегодня вы же видите, что уряд не может за 2,5 года назвать хотя бы одно предприятие новое, которое построено, запущено, начало работать в Украине. И при этом тысячи предприятий есть, которые остановили работу, где люди стали безработными, где семьи перестали отрабатывать заработную плату. Поэтому первое, чем должен заниматься уряд, это чётко и ясно сказать. А кто же будет наповнювать бюджет, где эти предприятия, яка необходима поддержка, и что касается оппозиционного блоку, мы всегда будем поддерживать восстановление работы нашей промышленности, экономики Украины, с тем, чтобы створились рабочие места, с тем, чтобы люди своёчасно получили заработную плату. А будут они получать заработную плату, будет и пенсия, и где-то как-то мы сможем выйти с ней. Ну что тут сказать, эти бы планы да в жизнь, поживём, увидим. Спасибо, Михаил Попиев был. Якую вам, спасибо, что приехали поддержать. До встречи, подробностях недели в «Чёрном зеркале». Всех приглашаю. Ну а сейчас я попрошу снова нашу эфирную аппаратную подключиться к нашей работе. Давайте посмотрим, что в эти минуты происходит возле здания нашей редакции. Руслан Смещук снова с нами на связи. Да. На данный момент сотрудников новостей телеканала «Интер» всё ещё не пускают в офис территорию отцепленной полиции. Внутри здания работают эксперты, взрывотехники. Что же до ситуации в этой части улицы Щусева, то здание по периметру отцеплено, периметр соседствует с двумя другими жилыми домами. Как вы видите, здесь много сотрудников полиции, вот там автомобиль спасателей. И мы всё же надеемся, что вскоре попадём внутрь здания и увидим, что от аппаратуры, от эфирной аппаратуры осталось, в каком она состоянии, в каком состоянии вообще здание изнутри. Это то, что происходит у стен нашей редакции сейчас. А сейчас давайте мы хотим повторить вам всю историю дня, как это было. Посмотрите ещё раз, пожалуйста. Сейчас, сейчас, один кадр, сделаем всё. Передиди, передиди, всё, всё, всё. Передоводай, не доставай. Сюда, смотри. Сюда. Сюда. Так, шагай, не дадь, полосы. Их, не дадь. Отп». Как вы видите? Ваши приемла. Убей. Да, то есть. Как оружия, где нет? Убей. Убей. Да. Убей. Убей. Макс. Убей. Убей. Убей 최고. Ну, а сейчас, да, я хотел бы прокомментировать, сказать, что многие депутаты и политики не только приезжают к нам, но реагируют на произошедшее сегодня и в соцсетях, в частности. Вот, например, лидер одной из партий, народный депутат Сергей Каплинск, написал пост в фейсбуке, у нас есть возможность показать эту картинку. Поэтому он говорит, что все это может разблокировать возможности для проукраинской работы, извините, сейчас я ищу, ну, он все это говорит о том, что это результат борьбы и осветления борьбы с коррупцией, коррупционных схем и прошлой власти, и нынешней власти в эфире нашего телеканала. Я хочу напомнить, что в результате сегодняшних печальных событий в здании нашей редакции были пострадавшие, как минимум мы знаем, а сегодня, на этот момент, о пяти людях, которые обратились за скорой медицинской помощью. Еще одна из моих коллег, вероятно, с переломом ноги, сейчас находится, во-первых, находится на лечении, на обследовании в одной из частных клиник в городе Киеве. Мы держим с ней связь и желаем ей, конечно, чтобы все это обошлось. Хочу попросить режиссерскую группу, покажите нам, пожалуйста, еще раз слова людей, которые пережили сегодня все эти события, те, которые находились внутри здания. В словом, покажите нам как можно больше и видео того, что произошло, и слова, и эмоции тех людей, которые, в общем-то, сегодня были на месте события. На расстоянии балкона, ну, вот так, с поворотом, эти 10 метров, которые нас семерых спасали, потому что ветер дул то в одну, слава богу, то в другую сторону. Сидели на корточках, потому что дышать было практически нечего. Рубашками там, чем-то закрывали рот, но были какие-то моменты, когда мы могли вздохнуть воздухом. Мы, когда вышли в коридор, двери были зачинены, но за дверями уже было видно, что дым, ну, сивый такий дым. Мы поняли, что на низ мы не спустимся уже, мы начали подниматься на гору и скинули дверь на самом-то человек 10. И шли по сходам на четвертий поверх на дах, чтобы выйти. Не видно было ничего, фонариками святили, телефонами, просто, ну, на сантиметров 20, все, ну, темно, дымся и выъедает очи. Как бы дали вузыщение, не было край. Страшно. Еще когда девочка стала рядом плакать, мне стало страшно в войне. Ну, наверное, наша сплощенность нас спасла, потому что мы все быстро приняли решение экстренно эвакуироваться оттуда. И, наверное, Господь Бог еще нам помог, потому что мы вообще ничего не видели. Была скромешная просто темнота от задымления страшнейшего. Было очень тяжело дышать, и мы просто нащупались дверь, как бы, переди Виталик сбежался, и мы нащупали дверь просто и все выбежали. И только, наверное, это нас спасло. И какая-то интуиция, что вот нужно бежать туда, а не сидеть в монтажках, или бежать ни в коем случае вниз. Наверное, это нас спасло, собственно говоря. Ну, а сейчас и вы, и я впервые увидим, в каком состоянии осталась наша редакция внутри. Потому что моему коллеге Русалу Смещику удалось пройти внутрь, и сейчас он готов в режиме прямой связи показать нам, какие руины после себя оставили эти варвары и мародеры. Давайте посмотрим. Вот на данный момент эксперты взрывотехники, криминалисты отработали внутри здания, и сейчас мы попадем внутрь и посмотрим, каковы последствия пожара. Сопровождать нас будет замдиректора по производству Максим Дэнк. Максим был заперт в огненной ловушке на четвертом этаже. Все видели вот кадры, когда он весь в копоте. Вот это вот ресепшн, и здесь был один из очагов возгорания. Здесь же как раз нас с Вадимом Ревуном скрутили, бросили на землю, отобрали камеру. Давайте пройдем дальше. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Там тоже было несколько очагов возгорания. На втором этаже у нас находится, ну или находилась студия, находился не из рума, или журналистка, а по-другому. Там, где репортеры пишут свои тексты, а также международная редакция, редакция международных новостей. Вот мы видели с Вадимом, как сюда забегали поджигатели, и через минуту после того, как они отсюда вышли, здесь все запылало. Боже, какой ужас. Ну вот, на данный момент, редакция международных новостей просто уничтожена. О, дайте, пожалуйста. Давайте пройдем дальше. В студию. Давайте пройдем, посмотрим, во что превратилась студия. Осторожнее, вот сотрудник полиции дал фонарь нам, чтобы удобнее было, безопаснее. Вы видите, везде вода, все залито. Я прошу оператора следовать за мной. Это наши студийные камеры. То есть они все в копоте, я не знаю, дальше уже техники оценят. Максим, что ты можешь сказать? Ну, она подплавилась, конечно, но будем уже смотреть, когда включат свет. Надеюсь, что оптика не пострадала. Это очень дорогостоящая аппаратура, да, как я понимаю? Это очень дорогостоящая аппаратура. Да, мы можем... Давайте зайдем в студию. Я прошу группу идти. Ну и смотрите под ноги. Так, ну вот студия... Ну вот в нормальном относительно состоянии сейчас, конечно... Мы можем пройти сюда, здесь забежали наши уважаемые в масках. Как пойдем? То есть вот сюда проникли злоумышленники. Одна из группы поджигателей, их было несколько. И один из первых очагов, если не самый первый очаг возгорания, был в этом месте. Они залезли керосином, сожгли... Максим, еще раз подойди ближе, звук. Говорю, здесь, ну, то, что мне рассказали, здесь они забрались на второй этаж и облили керосином полностью весь балкон и подожгли. Поэтому вот пламя было приблизительно вот в этой точке. Сгорела наша аппаратура. Звуковая здесь находилась. Ну, как бы, по сравнению с международным отделом, здесь еще более-менее, как бы, отделались, надеюсь, с легким испугом. Давайте, вот, вы можете видеть использованные огнетушители, вообще-то, работники студии пытались своими силами погасить пожар, но не удалось. Вот, вот, вот. Давайте пройдем внизу, в так называемую корреспондентскую, где работают репортеры. Что, на третий этаж можно подняться, там, где я перейдусь. Давайте взглянем просто. Ну, все залито водой, но более-менее цело. А теперь давайте поднимемся на третий этаж, чтобы... Вот, как вы видите, нет стекол от пожара, они просто лопались. Аккуратнее, посмотрите, поднимем их. Мы просто разбивали, потому что был большой длин, чтобы люди просто не уборжены газом на линей. Потому что мы наблюдали, как вот где-то здесь стекло от пожара просто, ну, от жара трескается. Это так называемые монтажки. Здесь монтируются сюжеты. Вот, видите, насколько очень хорошее. Вот эта монтажка пострадала. Вот, можем на шею эту посмотреть. Максим, скажи, понятно, каков ущерб, да, ущерб, прежде всего, производственным мощностям, или это пока... Сложно сказать, потому что надо понять, включить питание, и тогда посмотреть уже, насколько большой ущерб. Но то, что, если не коснулось, как бы, в плане студийной техники камеры, экрана, то... Ну, пока сложно оценить, Руслан, честно. Будем-будем всю ночь здесь дежурить, смотреть и пытаться восстановить. В общем-то, нашему коллективу предстоит тяжелая и бессонная ночь. Вот, сейчас просто будем разбираться, как нам дальше работать, и что у нас пострадало, а что уцелело. Вот такая ситуация. Вот такая ситуация только что вы собственными глазами увидели, какие следы оставляют после себя участники мирных демонстраций по версии Министерства внутренних дел. Я хочу сказать, продолжить слова, которые начал мой коллега Руслан Смещук. Действительно, нам предстоит сегодня бессонная ночь, мы должны проанализировать все наши потери, проанализировать, как, в каком виде завтра мы выйдем к вам в прямой эфир. Сделаем мы это обязательно, не сомневайтесь. Без новостей мы вас не оставим. Как говорится, нас жгут, а мы крепчаем. Это были необычные подробности недели. Теперь с Алексеем Лихманом. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч. Как в подробностях недели, так и в черном зеркале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok